Спикеры все равно так спокойно рассказывают, то есть прям речь довольно большая, они это не заучивают, они все это говорят от себя, то есть не без, как говорили на торжественном открытии, то есть спокойно говорили, как в обычной жизни, то есть также перед большим количеством людей. Прикольно, много людей, народа, очень интересно это, как люди рассказывают, как они формулируют свои мысли, как они доносят до тебя эту информацию, очень классно. Вы смотрите, какие замечательные у них идеи, сколько мы уже сейчас придумали совместных проектов, которые, возможно, кстати, у нас воплотятся и на нашем телеканале. Это же замечательно, почти все школы, ну, наверное, все школы представлены здесь, и мне очень приятно, что здесь приехали и Мегет, и Одинск, и Саватеевка, и даже из Улан-Удэ у нас есть участники, поэтому это здорово. Я думаю, что это такая должна быть объединяющая территория, что мы хотели этим форумом, да, вот вы спросите, наверное, вот какая главная задача была? Да, научить журналистике, да, научить блогерству, правильному, да, вот такому профессиональному ведению социальных сетей, каких-то каналов, возможно, да, но самая главная задача была объединить детей, объединить территории. Мы хотим, вообще у нас такая есть мечта, создать такую единую площадку, может быть, это будет в Телеграм-канале, может быть, это будет страница ВКонтакте, но площадка, которая бы объединила детей со всех школ, а уже в последующем мы надеемся, что этот форум станет региональным. Мы пока только-только-только сделали первые шаги, да, вот там один-два ребенка, мы как бы пока еще не считаем его региональным, но даже то, что спикеры у нас приехали из других городов и других территорий, это же тоже замечательно. Новый формат такого проведения, такого мероприятия, такого форума прекрасен. Знаете почему? Потому что вы внедряете данным форумом смелость детям, чтобы дети были раскрепощенными, чтобы были блогерами, чтобы они не боялись в любой ситуации обратиться к кому-то, что-то рассказать, свою информацию дать, полезную информацию, лайфхаки. Вы обучаете этому, как предоставить информацию аудитории. Это большой плюс. Честно говоря, первый раз участвовала в подобном мероприятии в качестве спикера и давно вообще мечтала, потому что действительно молодое поколение растет, а журналистов, кстати, приходит на удивление меньше молодых работать в редакции. Поэтому, конечно, мне давно хотелось встретиться с молодежью и каким-то своим опытом поделиться. Я, конечно, сегодня очень волновалась и меня порадовало, что ребята очень такие, ну видно, что они перспективные, они очень классно слушали. И я им предложила придумать темы для репортажей, и они сходу уже начали придумывать реальные темы для реальных будущих репортажей, какие-то прошлые темы озвучивали, которые, может быть, коллеги снимали. Но сам факт, что они уловили суть того, о чем я им говорила, и меня это лично очень порадовало. То есть, в принципе, если кто-то из них реально пойдет в журналистику, я надеюсь, что я вот это зерно им сегодня какое-то полезное вложила, и они потом реально придут в редакцию уже с какой-то темой и будут дальше двигаться в этой профессии. На самом деле, хотелось бы, чтобы такой формат стал традиционным. Но я уверена, что организаторы, это телекомпания «Актис» и администрация Ангарского городского округа сделают подобный проект традиционным. Я думаю, будет меняться форма, может быть, место проведения будет меняться, но будет неизменным одно – дети будут получать важные знания. Профессия журналист выбрана флагманской. Конечно, не все ребятишки свяжут профессией с этой своей будущей, но какие навыки они получат? Умение грамотно писать, красиво говорить, быть общительными, находить общие темы, общаться в социальных сетях, вести социальные сети. Я думаю, в будущем это в современном мире им пригодится обязательно. Поэтому хочется еще раз поблагодарить организаторов за возможность пообщаться с молодежью. Подобрались дети удивительные, активные, интересные, любознательные, эрудированные. И большое удовольствие принимать в первом медиафоруме участие. Спасибо. Уважаемые горячие, добрый день.